В Твери эксперты и представители общественности обсудили международный опыт изменения в Конституции. Участники мероприятия оценили подготовку к общероссийскому голосованию и включение в этот процесс всех институтов гражданского общества. Подробности у нашего корреспондента. Встречу организовала общественная палата Тверской области. В ней приняли участие как ее представители, так и члены экспертного совета приза к собранию региона, а также преподаватели и студенты тверских вузов. К присутствующим по скайпу присоединился Александр Брод. Он высказал свое мнение. Обсуждение поправок, утверждение поправок, голосование по поправкам стыкуется полностью с международным мировым опытом, с международным правом и соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. За последние 20 лет новые Конституции были приняты в 45 странах. Внесение поправок в Российскую Конституцию согласуется с международным опытом. Александр Брод подчеркнул, что по сравнению с 1993 годом, когда принималась первая Российская Конституция, сделан большой шаг вперед, поскольку сейчас гораздо больше внимания уделено информированию населения о предстоящих изменениях. До каждого гражданина Российской Федерации, наделенного правом принять участие в этом голосовании, была донесена такая возможность, чтобы каждый гражданин оснакомился с теми поправками, которые планируется внести в Конституцию самостоятельно, лично. Участники круглого стола также обсудили доклад независимого общественного мониторинга и согласились с выводами экспертов и отметили, что российский опыт внесения изменений в основной закон страны может оказаться одним из самых прогрессивных. Потому что именно итоги воли изъявления граждан – ключевой фактор, который определит вступление конституционных поправок в силу. Это свидетельствует о демократическом характере предлагаемых преобразований, считают эксперты. Продолжение следует...